Водитель такси Андрей Шульгин в профессии более 8 лет. Он признается, к закону проекта об обязательном страховании пассажиров такси относится положительно. Он сам водит аккуратно, соблюдая все правила дорожного движения. Но не раз был свидетелем серьезных аварий с участием своих коллег. Первое ДТП случилось. Водитель таксира погиб на месте. А второй был в районе театральный, на перекрестке. Водитель такси соблюл правила дорожного движения, скоростной режим, перевернулся при столкновении. Вызывали скорую на место и увозили пострадавших в больницу. Пока пассажиры такси защищены только законом Аббасага, где компенсация за гибель не превышает 500 тысяч рублей. Когда же закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков будет распространяться и на водителей такси, такая компенсация составит более 2 миллионов рублей. Конечно, новые правила повлекут за собой дополнительные финансовые затраты для таксопарков. Но по словам руководителя неотакси Алексея Федулова, который также поддерживает законопроект, на цене за поездку это никаким образом сказаться не должно. Я думаю, что скажется позитивно на обслуживание клиентов. То есть клиент будет более, скажем, ну, наверное, безопаснее, что ли, садиться в автомобиль, уверенный в том, что его жизнь, здоровье все-таки застраховано каким-то образом. Несмотря на то, что Минфин поддержал идею об обязательном страховании пассажиров такси, в законопроект внесли большое количество замечаний. Планируется, что закон вступит в силу через год после официального опубликования. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».